Спусковой крючок войны Игорь Гиркин Игорь Гиркин А также организации незаконного референдума Проходившего на полуострове под дулами российских автоматов Я был в Крыму с 21 февраля Я не увидел, к сожалению, никакой поддержки органов государственной власти В Симферополе, где я конкретно находился Не увидел Не было ее Зато увидел корреспондент телекомпании «Громадский телебатчиня» Во время применения силы и ареста киевского бизнесмена Геннадия Балашова На центральной площади Симферополя Гиркин лично руководил действиями крымских милиционеров И работников российских спецслужб По словам Гиркина, подконтрольные ему силовики Названные им ополченцами Заставляли депутатов парламента автономной республики Голосовать за решение выхода из состава Украины И присоединения к РФ Депутатов собирали ополченцы Чтобы загнать их в зал, чтобы они приняли Чего уж там говорить-то Да, я был одним из командиров этих ополченцев Я это все видел изнутри, собственными глазами Но интересней другое Путин участие российской армии в силовом перевороте отрицал А Гиркин подтвердил, не моргнув даже глазом Вопрос, если вы посодействовали принятию этих решений И в Крыму, и в Севастополе Почему вы не сделали то же самое на Донбассе? Почему совет Донецкой или Луганской области Не собрался и не выбрал своего руководителя? Легитимный совет полностью, все депутаты Почему этого не получилось? Потому что на окраине Симферополя И непосредственно в самом Севастополе Не было, вернее были российские военные И была надежда, что они пойдут Потому что они поддержали Пойдите в магазин у нас И купите там любую форму Это были российские солдаты или нет? Это были местные силы самообороны В подтверждение вышесказанного Приводим видео, которое даже без слов Гиркина Указывает на противозаконные действия России Когда вам говорят о силовом свержении Януковича То не покажут ни единого кадра, подобного этому Ни одного пулеметчика, расположенного у входа в парламент Украины Когда депутаты Верховной Рады, в том числе соратники Януковича Принимали решение о лишении его полномочий В связи с бегством из страны А крымский парламент, наводненный вооруженными до зубов Российскими боевиками, по утверждению кремлевской власти Принял совершенно законное решение о смене статуса автономии И переходе ее под юрисдикцию российского законодательства И вот, как стало известно только что Верховный Совет Крыма принял принципиальное решение О вступлении полуострова в состав России Об этом заявил первый вице-премьер Автономной Республики Рустам Тимиргалиев Напомню, референдум по этому вопросу состоится 16 марта Жителям предстоит ответить на два вопроса Останется ли Крым в составе Украины Или же войдет в состав Российской Федерации Чтобы воскресить в памяти целостную картину происходящего в Крыму Напомним, что послужило формальным поводом Использования российской армии на территории Украины И вот сегодня в центре Симферополя Недалеко от Совета Министров Восле Дома профсоюзов произошла перестрелка И нападение на одно из зданий Пострадали и журналисты Но серьезно никто не был ранен Но тем не менее это лишний раз свидетельствует о том Что и в том числе в Крыму находятся провокационные силы Которые желают дестабилизировать установку Но в итоге сегодня полностью вся ситуация была взята под контроль Силами самообороны и правительство республики Контролирует всю территорию Крыма Милиция и другие правоохранительные органы Перешли в подчинение правительства На основании сфабрикованного постановочного сюжета В котором показаны люди в масках Бегающие с российскими ручными гранатометами А журналист выдает в эфир лживую информацию Совет Федерации РФ принимает единогласное решение И предоставляет Путину право задействовать войска На территории другого суверенного государства И мы возвращаемся к главной теме дня Новость последних минут Комитет Совета Федерации по международным делам Поддержал обращение президента Владимира Путина О использовании вооруженных сил России на территории Украины Решение принято единогласно Уважаемые Пока в Киеве депутаты цементировали структуру власти Разбалансированную после бегства Януковича и компании В Крыму всем ходом проводилась спецоперация Устранялось от власти руководство Крыма во главе с Анатолием Могилевым Дорогие крымчане, сегодня около 4 часов утра были захвачены вооруженными людьми Неизвестными пока здания Совета Министров Крыма и Верховного Совета Крыма Я предлагаю всем не приближаться к кварталам, в которых находятся прелестные здания Потому что столицы, которые находятся там, они вооружены Управление отдали в руки Сергея Аксенова, чья партия на предыдущих выборах набрала чуть более 5% голосов Принимаю решение о временном переподчинении соединений и частей силовых структур МВД, СБУ, вооруженных сил, флота, налоговых и пограничников непосредственно мне Всем командирам выполнять только мои приказы и распоряжения Несогласных прошу оставить службу Учитывая вышеизложенное, понимая свою ответственность за жизнь и безопасность граждан Я обращаюсь к президенту Российской Федерации Владимиру Путину Об оказании содействия в обеспечении мира и спокойствия на территории Автономной Республики Крым И после того, как один предыдущий премьер подал в отставку Крымский парламент в соответствии с процедурами и законом На сессии Верховного Совета Крыма Избрал нового премьер-министра Конечно, он является легитимным Там соблюдены все процедуры, предусмотренные законно Нет ни одного нарушения Тот же сценарий РФ с помощью все того же Гиркина и компании Пыталась реализовать на юго-востоке Украины На Крым смотрит и вся Украина, и особенно восточные ее области Которые тоже, большинство населения в которых тоже не приемлет националистическую риторику Киевских властей Вот об этом мы поговорили сегодня с премьер-министром Республики Крым Поговорили о том, как будет пример, будет ли примером Крым для других регионов Послушаем небольшой эпизод этого диалога Как вы думаете, восток последует примеру Крыма? Да должен последовать, мы должны форпостом являться Поэтому я уверен, что наш пример будет заразителен Но встретив сопротивление проукраинского населения Так называемая Новороссия не состоялась Новороссии-то нету, мы все, конечно, употребляем этот термин Но это фальстарт, если честно Новороссия – это идея, это мечта, скажем так Это идея, которая не воплотилась в жизнь Не воплотилась по целому ряду объективных условий Гиркин еще во время пребывания в Славянске Жаловался, что местные жители не хотят идти в ополчение Им хватило ума не поддаться на призывы Умалишенных сторонников русского мира Начитавшихся книг о теории заговора против России Ну что же мы видим? Все, что угодно, но только не толпы добровольцев У ворот наших штабов Но, признаюсь честно, никак не ожидал Что на всю область не найдется и тысячи мужчин Готовых рисковать жизнью не у себя в городе На соседней с домом баррикаде Откуда до ближайшего национального гвардейца Надо полдня на машине ехать А на передовой линии, где реально каждый день стреляют В Донецкой земле нужны защитники А ополчению – дисциплинированные солдаты-добровольцы Если мужчины на это не способны Придется призвать женщин Вначале в нашем движении приняло участие Достаточно много элементов Которые, в общем-то, представляли себя Низы донецкого криминала Неудавшегося полевого командира После бегства из Славянска Выдернули с Донбасса На место Гиркина пришли кадровые российские офицеры И марионеточные лидеры Захарченко и Плотницкий Представители российских спецслужб Возглавили подразделение Так называемой военной полиции Они непосредственно руководят Российскими наемниками И солдатами армии РФ На Донбассе Представьтесь, пожалуйста Шпигель Андреевич Полковник военной полиции Министерства обороны Скажите, вы откуда родом? В Донецке В прошлом гражданин Украины Я всегда был гражданин Украины Все, первая машина пошла Вперед Все, вдоль пореплика В колонну полно-остановителя Тем временем выходцы из народа Выполняют роль рупоров Кремля Они работают на камеры российских телеканалов Строя из себя героев Но по сути сами ничего не решают Последний пример Заявление так называемого премьера ДНР Захарченко О начале наступления на Мариуполь Я скажу следующее Сегодня началось наступление на Мариуполь Добро! Ура! Добро! Дост Бог! Через пару дней мы замкнем Дебальцевский котел И вот это, наверное, будет самым лучшим ответом И самой лучшей памятью погибших Потому что мы отомстим всем После расстрела мирных жителей В результате которого по меньшей мере 30 человек было убито И более сотни ранено Захарченко отказался от своих слов И, как попугай, повторил то, что было велено из Кремля Ополченцы не собираются штурмовать Мариуполь Об этом сегодня заявил глава ДНР Александр Захарченко По его словам, ополченцы не ведут активных действий в районе города Мы не звери, мы не прикрываемся своими земляками Мы не ведем такую войну, как идет Киев Поэтому с нашей стороны Там такие же земляки наши живут, как и здесь Там тоже живут люди из Донбасса Мы не будем так штурмовать город, как штурмует город Донецк, Киев Нашим землякам бояться нечего Мы о них помним Как видим, война, развязанная Москвой, с каждым днем уносит все больше человеческих жизней Кровавый маховик, запущенный властью Путина, уничтожает остатки доверия и дружбы между русским и украинским народами Теракты, устроенные пророссийскими боевиками, осуждает весь мир, в том числе генеральный секретарь ООН Мы решительно осуждаем ракетный обстрел города Мариуполь Ракеты были запущены без разбора по районам, в которых проживает гражданское население Это является нарушением международного гуманитарного права Мы осуждаем односторонний выход из соглашения о прекращении огня повстанцев И, в частности, их провокационное заявление о дальнейшем захвате территории Это является нарушением их обязательств в соответствии с Минским соглашением Мир в Украине, территориальную целостность и стабильность необходимо срочно восстановить Самую точную характеристику действий кремлевской команды не так давно дал российский публицист и общественный деятель Борис Миронов В одной из программ на канале Нейромир он подвел итог всему, что натворили и продолжают делать в Украине Гиркин, Захарченко, Бородай, Путин и им подобное Но самое страшное, что вы делаете Вы же кровь проливаете Вы не просто на перьях сражаетесь и чернила тратите И эфирное время Вы же кровь проливаете Мы сейчас с вами сидим и болтаем об истории А там кровь реальная льется, которую вы затеяли в этой бойне Вежливой зеленой человечке Так вот, когда мы говорим о реалиях сегодняшнего дня В таком случае Польша сейчас развернет свои карты тех веков И где мы будем со своей землей, со своими смоленскими Смоленскими Литва развернет свои карты Вы же толкаете нас в третью мировую войну Вы начали передел территорий Переступив границы суверенного государства Территорию которого мы взяли изберечь Если бы это был просто исторический спор И в это время бы не проливалась кровь Можно было бы долго беседовать Кто на каком языке писал, какие грамотки Еще раз говорю Если бы в ваших руках было сегодня перо А не автоматы С которыми вы сегодня Россию толкаете В братоубийственную войну с Украиной А все вместе в мировую войну переделать территорию Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok